Всем привет, дорогие зрители, с вами мистер Шпилкис. И мы продолжаем выживать в Сабнатике, исследовать этот подводный мир. В прошлой серии, друзья, мы занимались здесь тюнингом циклопа. Тут в комплект тюнинга входила даже у нас кровать, что интересно. Ну, в основном, друзья, мы занимались тюнингом вот именно в этой части. То есть вставляли всякие разные модули, улучшения. Я вот еще между сериями вставил улучшение камеры приманок, потому что заглянул я в эту камеру и немного обалдел. Там оказывается всего лишь одна ячейка для приманки. То есть одна ячейка, одна приманка, отстрелил и все, как бы и больше у тебя ничего нет. Улучшение дает еще 4 ячейки. Это удобно, это хорошо. И, друзья, в этой серии мы с вами отправимся в плавание на нем. И я планирую, друзья, отправиться туда, где мы не смогли погрузиться в лавовую зону. Не хватило нам глубины. Надеюсь, что попробуем в этой серии мы хоть как-то продвинуться там в погружении. Может быть, что-то у нас получится уже в этой серии заплыть куда-нибудь, где-то что-то поисследовать. И найти этот злополучный кианид, который так мы не сможем, не можем никак нигде нарыть, откопать, отковырять. Непонятно. Друзья, давайте сейчас я сделаю вот так. Чтобы у нас был день, чтобы спокойно днем мы могли поплавать. Я посадил тут еще три горшка, подумал, что вот таких растений, вот этих, так, он еще растет, неплохо бы иметь побольше. Потому что это все-таки вода, а вода тратится быстрее, гораздо быстрее, чем еда. Поэтому вот уже один лампиончик у нас подоспел здесь. Хорошо, поэтому я решил посадить еще пару горшков. Пускай будут, как бы ничего, они никаких ресурсов наших не тратят, поэтому пускай будут. Посмотрите, тут уже сталкеры прям практически вплотную подошли. Я у них тут своровал их игрушек, своровал металлолома у них, мне не хватало для постройки кое-чего. И, друзья, давайте отправляться. Отправляться, выдвигаться. Так, вы знаете, я вот понял что, что на вот этом пока мы не будем плавать. Я не очень хочу каких-то последствий, типа пожара. Давайте мы пока с вами поплаваем именно... Так, 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 секунду, коснулись мы. Забыл я, где мы стоим тут. Не очень видно. Хорошо, и нам, друзья, нужно именно на маяк, который под номером... Ну, сейчас мы немного развернемся, и я вам скажу, на какой маяк нам... Так, относительно Авроры. Сейчас я вам скажу, куда нам нужно примерно. Аврора у нас вот. Ох, здорово, здорово. Мы там цепанули кого-то или кто-то нас цепанул, непонятно. А нам вот на радиомаяк номер 6, друзья. Давайте пока не будем погружаться, сейчас пока не будет более-менее нормальной глубины. И перейдем... Перейдем сейчас на камеру, посмотрим, что у нас там пикает постоянно, что мы там постоянно цепляем. Ну, вроде как ничего, но что-то, тем не менее, у нас тут пикает. Мешает пониманию процесса. Непонятно, друзья, что за ерунда творится. Какие-то звуки. Ладно. Все, давайте поплывем. Немного погрузимся. Ну, наверное, так или иначе, звуки всякие разные будут у нас появляться. Мне... Один подписчик, спасибо большое. За информацию. Спасибо, друзья, что помогаете мне. Сказал, что вот все эти звуки, это как раз всякие там существа. Вот, посмотрите, мы сбили бумеранга его. Перекосило, уже он не бумеранг, уже он стал каким-то непонятным перекошенным на один бачок. Вот. И мне подсказал подписчик, что вот эти все звуки, это как раз вот от соприкосновения со всякими разными существами. То есть, где-то с кем-то там кто-то врезался в нас, кто-то дотронулся. Ну, как я понимаю, что бумеранг вряд ли нам сломает нашего циклопа, я думаю. Может, конечно, но вряд ли. А вот здесь уже, друзья, здесь я думаю, что проблем у нас может быть и побольше. Еще я знаю, что здесь нужно как-то пользоваться функцией тихий ход. А функция-то вот, друзья. По-моему, она не влияет на скорость, как я понимаю, но, друзья, влияет она на уровень шума. А уровень шума на циклопе, как я понимаю, важная такая характеристика, потому что привлекает он всяких разных нехороших. Вот типа таких вот нехороших вот существ агрессивных, которые уже могут посерьезнее нам наделать делов, чем просто постукаться об обшивку. Так, ну вот, давайте сейчас немного еще погрузимся. Ну, что ж, друзья, когда-то нужно начинать, в плане, я имею в виду, испытывать и подводную лодку, и все такое, поэтому погрузимся мы сейчас и сориентируемся относительно этой капсулы. Нам нужно на... на север. Так, а вот есть у нас... Да, есть у нас... Север, это вот сюда. А здесь, посмотрите, друзья, здесь космос. Компас. Компас здесь не переведен. И вот, кстати... Да, вот, посмотрите, показаны... Существа показаны всякие. Вот такие треугольнички, близко, далеко. Ну, вы знаете, пока не будем, и я думаю, что все ерунда, кроме, скорее всего, мне кажется, жнеца. Ни разу мы еще пока с ним не встречались, и, вы знаете, я не хочу. Даже не ради проверки, не ради чего. Просто не хочу, и все. Ну, здесь еще нас будет ждать призрачный Левиафан. Это я тоже помню. Чуть дальше там. Посмотрим, что он из себя представляет. Какого рода опасность. Надеюсь, что не серьезную. Так, и мы плывем на север. Только север у нас... А вот, друзья, и жнец, пожалуйста. Вот он, красавица. Я не понял, как мы пропустили вход. И почему? Ведь не должны были. На север мы плыли от шестой капсулы. Все правильно. Давайте на секунду откажемся от тихого хода. Включим фары и попробуем сейчас посмотреть, почему у нас в итоге мы поплыли не туда, куда я планировал. Планировал я на север. Да, вот, вот сюда я планировал, друзья. Да, но здесь, получается, чуть выше обитает уже, как я понимаю, жнец. Не хочу я с ним встречаться, не хочу и не буду. А то сейчас напрыгнет, начнет там царапать своими щупальцами. Нам это не надо. И ему тоже. Ну, здесь, друзья, что-то прям совсем потемнело как-то. Я не знаю, здесь вроде бы день, ночь не влияет. Здесь так или иначе темно. Ну, вот, хоть что-то. Так, где-то мы там цепанулись. Надо пониже спуститься, потому что здесь нужно аккуратно проходить. Так, ну, вот, друзья, вроде бы что-то у нас тут нарисовалось. Проход виден, все хорошо. Вроде пока плывем. Маневрирую я тут, пытаюсь. Первый раз, друзья, я вот так вот плаваю и понимаю, что я где-то что-то цепляю. Так, а камеры? У нас есть еще камеры, всякие разные переключения. Вот, это сверху. Ну, сверху определенно я ничего не должен цеплять. Цепляю я именно... А это камера... Ага, это камера с турбины. С нашего винта. То есть, получается всего три камеры. Так, так. Ну, давайте вот как сделаем сейчас. Вот так сохранимся и посмотрим, что будет дальше. И пойдем мы, наверное, я думаю, сейчас уже из кабины смотреть, потому что здесь более-менее обзор нормальный. Будем ориентироваться на дисплее по датчику приближения. Подсказал мне снова подписчик про появляющийся на экране такую информацию о столкновении. Это как раз вот и есть датчик этот, который показывает, где мы там цепляем, если цепляем. Или показывает он, что мы зацепим скоро. В общем, как-то так. Так, вот у нас тут датчик срабатывает. Можно по камерам посмотреть, а можно пока и не смотреть. Вроде какого-то сильного удара не произошло. И, друзья, нужно сейчас быть готовым отстреливать приманку. Я их скрафтил, они у нас есть, это хорошо. Потому что сейчас, вон он уже, я вижу призрачного левиафана. Я думаю, что без внимания он нас не оставит. Так, цепляем, цепляем, наверное. Ну, к сожалению, друзья, не знаю, на такой махине тут проползти, без последствий, я думаю, что не получится. Главное сейчас, когда выскочит эта дрянь, главное нам... А выскочит он уже сейчас. Вот он, красавец. Ну, как только нападет или что-то начнет делать какие-то... А мы ему отстрелим приманку сейчас. Да, вот так вот это, оказывается, происходит, друзья. Давайте включим тихий ход. Ну, вроде... А, нет, еще... Ах ты, гад такой, а! Грызет прямо за винт. Сейчас, смотри, зубы разлетятся по пещере, ты что? С ума сошел, что ли, совсем? Внешнее повреждение корпуса. Ну, вот, здрасте. Так, посмотрим. Вроде все нормально. Так, вы знаете, нужно, наверное, сперва выключить двигатель. И пойдем мы сейчас пытаться... А, нет, друзья, я вот, кстати... Кстати. Повреждения у него показаны, показаны. Ну, что ж, давайте сейчас выходим и пробуем чиниться. Как этот процесс происходит, я не знаю, но точно знаю, что нам нужен будет, наверное, ремонтный инструмент. Берем и отправляемся. Отправляемся искать тут пробоины или что-то такое. Вода течет сверху. Да, вот одна пробоина. Залатали и... Мне кажется, она не одна. Кажется, еще где-то есть какие-то пробоины. Сейчас мы так внешне посмотрим. И я думаю, что можно их определять, скорее всего, по... Вот, еще одна. По нашему дисплею. Сейчас давайте все починим. И... Если это все, конечно. Ну, визуально вроде как все. Погрызгатта, а. Посмотрите. Прям реально погрыз нам подводную лодку. И... Давайте взглянем сейчас, что у нас здесь. Да, полностью починили. Оказывается, нет. Я думал, что у циклопа нет прочности. Оказывается, есть. Вот она, огромная желтая полоска. Только... Не знаю, как назвать человека, который может не заметить. Ну, вот, тем не менее, я не заметил. Тем не менее, я, видимо, тот человек... И есть. Ну, бывает, друзья, бывает. Опыта у меня тут немного. С этим циклопом. Поздновато я, возможно, даже его построил. Ну, а может быть и нет. Не знаю, как у кого происходит. Не исключено, что я его построил и поздно, друзья. Вполне возможно. Теперь хотя бы я все буду ориентироваться по этой полоске. Смотреть, как чего. И вот-вот мы приплыли, значит, в эту мастерскую стражей. Притечь. Сейчас мы сориентируемся. Нам нужно будет... Ну, определенно нужно будет проплыть. Так, 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 так. Аккуратно, аккуратно. Друзья, как же все-таки прям... На нем не получаешь удовольствия, я вам честно скажу. Вообще не получаешь удовольствия плавать на вот этой штуке. Не знаю, как кому, друзья. Я как-то вообще не кайфую. Плюс нужно постоянно смотреть, чтобы там нигде не цепануть. А цепануть можно вообще здорово. У него еще выступающие такие элементы есть. И ими можно запросто цепануться. Вроде подумаешь, что проходишь. На самом деле можно прям здорово цепануть этими элементами. И вот назрел вопрос. Назрел вопрос. Первый вопрос это... Где мы? Сейчас хочу выйти сориентироваться просто. Визуально. И второй вопрос. Может ли, интересно, Страж достать нас прямо из кабины? Так, а мы вот они и мы... Нужно нам погружаться полностью вниз. Давайте посмотрим, все ли у нас тут будет в порядке. Да, спокойно погружаемся вниз, друзья. И плывем туда. В тот проход. И может ли Страж выхватить нас прямо из-за руля циклопа? Не знаю. Давай увидим, увидим, посмотрим, попробуем. Вот здесь я припас водички с базы притащил. Я думаю, настало время нам немного тут перекусить. И сейчас, наверное, соберем мы здесь лампионы. Подоспели у нас вкуснейшие, просто потрясающие лампионы. Продавал бы, да некому. И давайте продолжать. Продолжать наш вояж, циклопный вояж. Так, его назовем. И здесь мы уже, друзья, сейчас будем спускаться на камере. Потому что... Так, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Сейчас крышу зацепим не туда. И вот как раз есть Страж. Сейчас мы, собственно, и узнаем, может ли он нас из кабины достать. Лучше бы, чтобы он не мог нас доставать из кабины. Потому что будет это уж вообще тогда не очень, не очень хорошо. Так. Ох, друзья, стоп-стоп-стоп. Камерой-то смотрю в одно место, а сам рулю вообще не туда. Сейчас бы прям в какую-нибудь стенку зарулил. И вот все-таки странно спроектирована подводная лодка. Я вам скажу, то есть у нее получается самое пиковое место спереди. Это как раз огромная стеклянная кабина. То есть, если ты врезаешься во что-то, ты труп автоматически, в принципе. Ты в этой подлодке и останешься навсегда, как я понимаю. Ну, как-то странно. Понятно, что игра компьютерная. Понятно, что у разработчиков свое видение, там свои какие-то мысли. Но вот это как-то странно сделано. Если бы рубка была чуть выше хотя бы, это было бы понятнее. Ну, ладно, это так. Мои наблюдения. Я тут лезу со своим уставом в чужой монастырь, как говорится. Ну, да ладно. Я думаю, разработчики вряд ли обидятся на меня. Так, вот вроде бы, вроде бы мы прошли. Более-менее безболезненно. И, внимание, стоп, стоп. Безболезненно сейчас не будет. Потому что, потому что я уже чувствую, что нам нужно чуть подспуститься. Где-то мы там сейчас цепанулись. И на камере, друзья, посмотрите. Не показан... Цепанулись еще раз. Не показан вот этот датчик столкновения. Потому что вот здесь в кабине он появляется на стекле. А на самой камере он не показан. Когда мы в камеру смотрим. Ну, тоже как бы можно было что-то такое, какой-то аналог придумать. Чтобы в каких-то сложных ситуациях, руления и так далее, пользоваться... Ну, чтобы было еще понимание вот этого момента со столкновением сверху, например. Ну, друзья, заехали мы, конечно, вообще. Если другого выхода нету... Все-таки хотелось бы выплывать из нее через другой выход. А может, друзей не придется выплывать вообще? Посмотрим сейчас. Пройдем сейчас аккуратно вот здесь, если получится. Вроде бы нам сюда, насколько я помню, друзья. Сейчас здесь должен быть такой обрыв, уходящий вниз. И нам туда. Сижу весь мокрый, честно вам признаюсь. Руление этой штукой, это, конечно, что-то. Когда особенно непонятно, сколько у тебя сзади остается пространство. Вот сейчас, допустим, будем погружаться. Нужно будет как-то внимательно выбирать траекторию такой погружения. Вот здесь. А где у нас датчик глубины? Так, почти 900 метров, 1300 предел. Ну, друзья, теперь, если все будет хорошо, мы с вами где-нибудь здесь надыбаем кианит. И попробуем где-то здесь уже подкрафтить себе следующие улучшатели всякие. Так, стоп. Вы знаете, сейчас хочу осмотреться. Мне совсем понятно, куда тут нам... Так, друзья, тем не менее, мы почти что сели. Чуть нам надо вперед. Вот сюда. Еще немного опустимся. Так, у нас вроде бы... Да, все проходит. Вопрос только, проходит ли вверх. Вверх проходит. Хорошо. Нет, включи еще, пожалуй, камеру, потому что не эту, а вот эту. Ну вот, наконец-то, наконец-то, друзья, мы дошли. И за что-то я там цепанулся. Ладно. Да, как я понимаю, где-то вот здесь я цепанулся. Так, друзья, ох, как... Как неудобно на ней здесь плавать, я вам скажу. Ну что ж. Давайте смотреть. 1035 метров. А что это сейчас был за звук такой, интересно? Так, аккуратно, аккуратно. Боком она не плавает. Вопрос, конечно, какие опасности нас здесь ждут, друзья. Вот это... Это вопрос хороший. И у нас уже почти 1200 метров. Выключим эти фары, они вообще ничем не помогают. Вы знаете, наверное, сделаем как? Я припаркуюсь, думаю, здесь. И... Сейчас будем уже осматриваться там внизу. Фу, друзья, вот это да, вот это было... Вот это было сильно. Так, а что у нас здесь показывается, интересно? А на что похоже это все? Это похоже на каких? Друзья, посмотрите, кто-то прилип на стекло. И что? И что они нам могут сделать? А ну пойдем разберемся сейчас. Сейчас разберемся, устроим здесь. Разборки. Кто тут нам стекла портит? Так, друзья, смотрите-ка, поналипло. Вообще поналипло. А кто это такие? Они непонятны. Они даже... Странные звуки они издают, когда их сбиваешь. Как будто бы они взрываются. Вот такое чувство. Как бы эти взрывания не привели к чему-нибудь. Каким-то пробоинам у нас здесь. Так, давайте осмотрим. Всех ли мы этих прилипал здесь. Сковырнули. Друзья, какие-то новые звуки появляются. Прям как будто в новую игру какую-то начал играть. Так, ну что ж. Ну, надеюсь, Кианит ты здесь есть. Потому что если тебя здесь нет, то мы с тобой больше вообще не дружим и не общаемся. Какой бы хоть намек. Как его, где его искать-то хоть этого Кианита? Вообще непонятно. Может где-то в этой лаве есть. Вот, друзья, что значит, когда не лезешь в интернет посмотреть. Может и стоило, конечно, бы залезть. Чтобы уж совсем сейчас не тупить здесь, не плавать. Ну... Вот есть какой-то ресурс. Давайте посмотрим, что это. Это никелевая руда. И там страж впереди уже резвится. Мы можем чуть ниже, я думаю, опуститься сейчас. У меня особо мысли нету, где искать этот Кианит, но найти нам его, друзья, нужно обязательно. Если мы его не найдем, то у нас проблемы будут. Потому что, как я понял, там есть такой модуль 1, улучшение, которое будет за счет температуры вокруг заряжать наши энергоячейки. Я, конечно, могу ошибаться в формулировке, но, по-моему, я понял как-то так. А вот здесь, друзья, я видел еще копошился какой-то... Вон он. Вон он. Смотрите. Какая-то жареная рыба. Живая причем. Друзья, интересно. А ну... Попробуем с ней. Так, 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 танцы. Потанцуем. И теперь... Нет, наверное, ничего теперь не будем делать. Пускай по своим делам мы по своим. Немного сейчас спустимся вниз. Давайте включим двигатель. Включим, наверное, малый ход сейчас, чтобы без резких, как говорится, движений у нас все происходило. И... Немного сейчас мы так вниз подспустимся. Вот сюда тут хорошее такое пространство. Я уж поплаву посмотрел. Сюда можно припарковаться. И отсюда уже мы будем сейчас вести нашу деятельность добытчика Кианита. Надеюсь, друзья, очень надеюсь, что он здесь есть. Очень надеюсь на это. Где-нибудь в какой-нибудь лаве, может быть, или где, даже не знаю. Вот давайте вот так вот сейчас припаркуемся. Все. И отсюда уже будем ходить совершать всякие вылазки. Так, вот какое-то что это? Выступ песчаника. Даже песчаник сюда забрался, друзья. Вы посмотрите. Песчаник прям везде. Титан. Жилы титана. Классно, классно. Слишком близко туда не поплыву, друзья. Там этот страж. Сейчас пока посмотрим, что здесь есть. Медная руда. Начальные ресурсы. Вот интересно, да? Казалось бы, ресурс начального уровня такого. Ну, бриллианта нет, а вот медная руда, титан. И здесь прямо это все в изобилии просто. Бери, не хочу. А тем временем друг страж уже подоспел к нам сюда. Ладно. Пока мы маневрены, я думаю, что нам особо он ничего не сделает. Единственный момент, может нас куда-нибудь телепортировать. Ну, и что? Пускай телепортирует. А мы пока поищем здесь что-нибудь полезное. И главное, что интересно, по идее, температура воды должна быть огромная. Если здесь даже, ну, по сути, огонь не тухнет. Не затухает. Вот здесь вот, например. Но мы в своем костюме вполне спокойно себя чувствуем. Ну, знаете, друзья, я не думаю, что нужно туда нырять. Да нет, ничего это не даст. Скорее всего, это даже просто текстура, да? Наверное. Ну, нет, не просто текстура. Текстура, которая дамажит. Ладно. Ну, вот. Как-то так, друзья. Пока особо непонятно, куда лететь, где искать этот чудесный кианит. Вот что это такое? Алмаз. Прямо так, алмаз без всякой добычи растет. Так, так. Ах ты. Гад такой. А ну, сюда иди. Все, надеюсь, спугнули его. Хотя бы на какое-то время. Ну, визуально вот здесь вроде никакого кианита не замечено. Поплывем, давайте дальше. Поплывем, дальше будем смотреть. Как вариант, можно попробовать чуть выше подняться. Может быть, что-то подобное есть здесь на высоте. Ладно. Нам в любом случае нужно сейчас нациклопа, потому что кислород у нас кончается. И вы знаете, друзья, я захватил с нашей базы баллон. И сейчас я, наверное, буду брать его с собой, потому что лучше на более длительные заплывы нам выходить. Это будет эффективнее, я считаю. Давайте сейчас рассадим вот это дерево. А здесь посветлело, друзья, прям здорово посветлело. Это отчего так интересно? потому что мы спустились в эту лавовую зону, непонятно. Скорее всего, это просто какой-то баг. Ладно. давайте выложим всякие полезности и возьму сейчас еще один баллон, вот этот. Меньше будем приносить, но, друзья, лучше будет нам спокойнее и комфортнее плаваться под водой. Так, и сейчас парочку вот этих дел. Я думаю, можно еще проплыть немного вперед. 32% у нас и прилипло уже снова это ерунда. И еще одна, друзья, облепили, просто посмотрите. Со всех сторон. А вот это вот это что-то означает. Я думаю, что нам надо выходить сейчас разбираться с этими прилипалами. Возможно. Нет, сзади у нас они не прилипли. Сзади, видимо, просто означает, что мы близко находимся. Так, а насколько близко, давайте вот сейчас посмотрим, насколько близко срабатывает датчик. Ну, такое интенсивное мигание получается у нас сейчас. Ну, здесь еще запас есть. До удара еще запас есть. А вот этих надо позбивать. Я не знаю, чем это чревато, но как минимум тем, что они нам закроют весь обзор. Вроде как, по ощущениям, они взрываются. Еще, по-моему, даже отбрасывают. Мне показалось вот сейчас. Может быть, даже наносят какой-то урон. Непонятно. Так, ладно, друзья, поплывем сейчас дальше. Да, видимо, это показывает слишком близко находится дно. Так, теперь здесь. вот сейчас мы узнаем, друзья, страж этот может достать нас из кабины или не очень. Если не очень, даже бояться тогда не будем. Он уже, я вижу, плывут эти личинки. Сейчас опять налипнут. а это не столкновение. Если бы столкновение с поверхностью, то оно, как я понимаю, подсвечивается. Вот, сейчас был индикатор. Значит, это, скорее всего, с поверхностью, с какой-то, да, с какой-то поверхностью ударимся от дно или от потолок. А вот эти звуки, это, скорее всего, просто удары об каких-то существ. Полоска, потому что у нас целая, в принципе, ничем эти удары на нас не влияют. Но налипают вот эти личинки. Вон, она уже летит со всех ног. Я вижу, сверху уже летит. Скорее, скорее, надо налипнуть на стекло. Интересно, а может их налипнуть такое количество, чтобы закрыть, в принципе, обзор полностью? Я думаю, может, а почему нет? Так, друзья, вот мы можем спуститься вот сюда сейчас. И, наверное, давайте сейчас пока здесь припаркуемся. Вы знаете, пока у нас все в порядке, я думаю, сохранюсь. Я сейчас, а дальше посмотрим. И выходим, выходим. приключения зовут. Страж только этот проблемный там плавает. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, вот на что вот это вот влияет? Зачем они? они какие-то проблемы со временем делают? Может быть, они там прогрызут рано или поздно корпус нашей лодки? Непонятно. Вот они налипают, я вроде их сбиваю, потому что, ну, потому что думаю, что так надо. А может быть, и вообще все равно, можно их и не трогать. алмазы, алмазы, да. Думал ли я когда-нибудь, что просто, просто буду мимо этих алмазов ходить и даже не париться, что они мне выпадают. Так, а вот вопрос, вот это просто текстуры или это какие-нибудь яйца каких-нибудь существ, например, жареных этих рыбешек, которые тут плавают. А мы ее, кстати, отсканировали, а ну взглянем, что это за чудо такое, чудо-юдо. Животный мир, левиафан, так, топтун, кстати, вот он, друзья, посмотрите на топтуна, платоядный гипнотизер. Да, вот эта штука меня схватила, помню. Прям это самое мой какой-то взгляд, сознание там захватило, я пока не отлип, ничего не мог с ней сделать. И лавовая ящерица. Это всего лишь, всего лишь лавовая ящерица. Ну, не так она угрожающе выглядит, друзья, я вам признаюсь, допустим, тот же жнец или, к примеру, какой-нибудь призрачный левиафан. Вроде как-то не так особо. Смотришь на нее, ничего особенного. И здесь, посмотрите, огромные залежи всякого титана и всех других металлов, которые нам нужны. А краб у нас тем временем с собой. Если что, мы спокойно просто садимся в краба и бурим здесь, хватаем все, все, что плохо лежит. Так, внимание, вопрос, что случилось? что это такое? Что за новая напасть интересно? Какие-то куски взрываются прямо рядом с нами. Непонятно, что это такое. И я там, друзья, заметил один ресурс. Вот этот. Хочу сейчас... Да, это просто алмаз. Не побоюсь этого слова. бесполезный как по мне уже алмаз. Непонятно. Ух ты, какой-то, а? От трех выстрелов умудрился уклониться. От двух. Да, кианитом тут и не пахло. что интересно. Так, баллон-баллон меняем. И продолжаем. Продолжаем пока смотреть. Будем, наверное, вот так вот, друзья, постепенно осмотрелись, продвинулись. Осмотрелись, продвинулись. Вот так вот на циклопе. Друзья, кажется, кажется, я нашел то, что хотел. Наверное. Надеюсь, что это действительно так. Ох ты ж. Ох ты ж. Одни маты идут на ум, друзья, честно вам скажу. Что это там? кианит. Кианит, кианит. И помимо кианита адский какой-то вой. Просто адский, друзья. И там огромных размеров. Какая-то какая-то не знаю кто. Ох, друзья, ох, предчувствия меня не очень. Такая штука по-моему циклопа нашего сломает пополам. Наверное, схватит лапами своими и переломает. Ну, а вы посмотрите, друзья, кианит попер. Прям стоило только одну жилу найти и тут же все. Тут же прям кианита тебе сколько хочешь. Загружай, как говорится, хоть весь. Ну, что ж, друзья, хорошо, хорошо, кианит здесь есть и это хорошо. Сейчас, значит, что мы сделаем? Продвинемся немного по пещере, по этой, проплывем, вот сюда припаркуемся. Я залезу в краба. Как удачно, друзья, я его взял с собой. Прямо вот, как предчувствовал. хотя, с другой стороны, ничего особо такого сверхъестественного я не сделал в том плане, что взял краба с собой. Ну, я думаю, так поступил бы нормальный любой, наверное, даже игрок. Поэтому ничего особенного не произошло. Поменяем опять баллон, чтобы этот наполнился. И, друзья, сейчас, значит, так, сюда мы не выложим, а сюда, сюда выложим. Главное, чтобы нам всего хватило. Не помню, что там нам нужно. надеюсь, что всего у нас хватит. Так, да, подогнать немного циклопа. да, друзья, у меня прям тут не выходит из головы то огромное существо. Действительно огромное существо, друзья, вообще непонятно, кто это. ну, с нами однажды в серии связывалось какое-то существо телепатически. Вроде как это, по идее, ну, возможно, это морской император был. Потому что притечи, вроде как, его куда-то закрыли и исследовали, потому что у него у одного там был иммунитет к этой бактерии. Так, а мы что, уже коснулись, что ли? Не думаю. Нет, все нормально. Это налипают, наверное, вот эти вот штуковины на нас. Ох, друзья, сколько их тут налипло вообще. Непонятно, зачем они нужны, что, что в итоге они делают. А, включим. Какая разница? Если сейчас, друзья, я наковыряю этого кианита, то... Так, а, не то, не то я делаю, не то. Прошу прощения, мне нужно в краба залезть. Сюда как раз-таки мне не нужно. Так вот, возвращаясь к теме того, кто это мог быть. По идее, это может быть и император, ох, друзья, у нас проблемы, у нас проблемы. Краб у нас тут не подходит. Без модулей не подходит краб. Так, друзья, ладно. Вот это мы, можно сказать, влипли слегка. так, а у нас здесь костюм краб. Вот, улучшение. Нам нужно модули улучшения. Так, друзья, а вот как бы сейчас не получилось действительно неприятная ситуация, потому что отсюда уплыть обратно ради крафта. Не, у нас это не получится. Так, хорошо, давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Мне нужно вот это. комплект проводов я истратил. Это плохо, потому что, друзья, серебряной руды у нас с собой нету. Так, ну пока все выглядит не очень. Ситуация у нас пока не очень. Единственное, если искать серебряную руду где-то здесь, она у нас в чем попадается. сланцы в песчанике, не помню. Ладно. Так, хорошо, давайте сейчас пополним запас воды. Друзья, налипло их уже чрезмерно много, мне кажется. Я не знаю, что они делают. Кто знает, напишите, пожалуйста, в комментариях, буду вам очень признателен. Но отколупывать их надо идти, иначе что-нибудь да, не сделают нехорошее. А в итоге я ведь их даже не убиваю, друзья, они просто просто отваливаются на время. Так они таким же способом прилетят и обратно. какой смысл в моих действиях по сути. Так, ладно. Сейчас еще парочку отобьем и оставим эту затею. Очень-очень громыхает сильно подводная лодка, когда отбиваешь их, прям даже как-то страшновато. А вот эти вот агрессивные или нет? А ну давайте проверим. Ну, вроде, вроде бы не спешат они к нам навстречу алый скат. Давайте отсканируем его. Так, и вот что, друзья, я вам хочу сказать. Нам нужно серебро. Даже если я этот кианит отковыряю вот здесь, каким-то чудом, например, спрыгну на крабе, буду чинить периодически краба, ковырять этот кианит. Да, вот улучшением краба, друзья, я, к сожалению, не озаботился и это очень плохо на самом деле. Ладно, продолжим, продолжим думать в следующей серии. Так, что там случилось под конец, пока я залазил? Хорошо. Эта серия, друзья, у нас подошла к концу. Спасибо, что посмотрели это видео. Если вам оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. В комментариях, друзья, жду ваше мнение по этой серии, по каналу в целом. Жду вашей помощи. И, друзья, увидимся в следующей серии. Пока-пока.